саламу алейкум рахматуллах сегодня будем вот такой ssd ставить вот в такой компьютер я покажу как это сделать правильно так чтобы он прослужил долго дело в том что если просто так его установить вот как он есть он очень быстро перегреется выйдет из строя и сейчас буду показывать как его очень правильно прямо установить так первым делом сразу скажу что самый главный параметр который важен для работы ssd это температура если она высокая он очень быстро убивается температура должна быть нормально эта штука очень маленькая и сильно греется поэтому в комплекте обычно продавец когда продает такие переходники кладет термопрокладку вот в ноутбуках проблем нет то есть положили термопрокладку ssd прижалась к материнской плате и тепло отводится по всей этой материнке материнка большая поэтому проблем нет вот здесь же в стационарном компьютере наверное рассчитано на то что все это обдувается вентилятором в данном конкретном случае с этой вот платой проблема такая что термопрокладка тонкая вот то есть вот такое расстояние между ssd и самой платой тему прокладочка там но свободно летает так не катит здесь я конечно же рекомендую взять другую термопрокладку но допустим у вас вообще ну ну нету другой вот срочно надо ssd установите нет другой прокладки в этом случае ее можно просто разделить на двое положить друг на друга короче говоря вот так но защитную пленку разумеется нужно снять вот это еще не все это далеко не все сейчас мы рассмотрим на примерах и на тестах что будет если просто так вот ssd сейчас подключить компьютеру что будет если сделать так скажем наскоряк и самый последний вариант мы рассмотрим как сделать супер правильно итак поехали тестировать так в данный момент я просто без прокладок без всего установил ssd в компьютер просто воткнул туда сейчас мы посмотрим какая температура у нас будет у этого ssd хотя на эту плату дует вентилятор от процессора она по идее должна охлаждаться хорошо но все равно мы сейчас все увидим есть замечательная статья вот dns где рассказывается про софт который может измерять температуру и делать тесты ssd вот кстати первая же картинка у них она вообще неправильно то есть вот так именно так ssd устанавливать как раз таки нельзя почему такая картинка я вообще не удивляюсь просто даже как инструкция действую вредная вот и первое что мне попалось это кристал диск инфо и кристал диск марк то есть здесь мы тестируем здесь мы проверяем температуру оба эти софта можно здесь же скачать посмотрев кучу рекламы я уже это сделал так и сейчас мы их установим кристал диск инфо первым делом устанавливаем 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 так все появилась появился значок открывается у нас окно программы и сейчас мы найдем наш ssd так как же он назывался то а вот он кингстон у меня на 128 гигабайт это старый винт вообще он уже три ой четыре четыре года он уже отработал в ноутбуке вот 77 процентов у него ресурс остался видимо что кстати хорошо за четыре года потому что он был установлен правильно вот и температура у него в данный момент 32 градуса сейчас мы его начнем грузить с помощью программы кристал диск марк тоже устанавливаем тут все далее 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 установить окей запускаем этот кристал диск марк выбираем наш диск как он называется то опять же вот этот 118 гигабайт и делаем тест просто нажимаем кнопку l то есть все тест все и ждем пока он его будет гонять при этом наблюдаем за температурой она выгоняет гоняет вот что-то делает так здесь кнопочка f5 можно обновлять вот видите уже 42 вот это уже прям плохо температура создать должна быть как раз таки 40 градусов 42 43 окей больше это уже стоит задуматься уже стоит напрягаться прям то есть кнопочку f5 нажимаем обновляем 43 это уже вот ну вот все уже не очень прям прям вот стоит прям напрягаться уже и думать что не так сейчас еще тесты немножко чуть-чуть он сделает то есть если будет 44 все я уже прям буду это нервничать 44 все можно нервничать на самом деле хотя плата обдувается вентилятором еще раз говорю но уже значение мне не устраивают мы сейчас сделаем тест запомним эти данные я снова выключу компьютер снова сделаю с этой прокладкой что-нибудь и посмотрим какая будет какой будет результат так но я пока поставлю паузу дождемся окончания от этого теста и так еще один тест это записать туда что-нибудь то есть есть у меня папочка с программами занимает 20 гигабайт сейчас мы ее туда закатаем вот скорость у него кстати небольшая потому что этому винту уже действительно там года четыре и для него это нормальная скорость но тем не менее сейчас посмотрим данный момент на температуру 42 то есть да все-таки вентилятор его обдувает и держится держится неплохо ну что ж ладно 42 45 ну сейчас да запишется вернемся к этому так запись завершена снова проверяем температуру 47 градусов уже достигла хотя все это время было 45 примерно все пошла вниз вентилятор все-таки работает вентилятор хорошо работает вот тем не менее сейчас мы положим термопрокладку и сделаем то же самое все в данный момент я отключаю ну что ж установим термопрокладку хоть у нас ее и немного тем не менее тем не менее что то есть как я уже говорил она слишком тонкая поэтому нужно я располовинить примерно так наверное так теперь снимаем все защитные пленки наклеиваем на винт прям посередине кстати вот здесь вот больше микросхем вот это пусть греется да у нас да нет никого не будем убежать ровно посередине наклеиваем вообще плата медная она сама по себе должна тепло распределять просто ей уже девать некуда его нужно перед поэтому нагреется целиком вот также какие-то переходник здесь очень много меди вот между слоями там и так далее здесь тоже поэтому он тоже будет нагреваться но его на него по крайней мере и дует вентилятор как раз так наклеиваем вторую все теперь устанавливаем ссдшку обратно и смотрим все норм вот такой толщины должна была быть как бы в комплекте термопрокладка так теперь эту втулочку сюда она тут подходит по размеру то есть расстояние как-то называется вместе разъема между платы и создать ником такое же как вот здесь вот вот то есть если наоборот поставить будет неправильно все таки под углом то не должно стоять так чуть-чуть затянули ну что ж теперь теоретически тепло как теоретически практически тепло будет передаваться от ссдшника на эту плату и вентилятор ее будет обдувать и соответственно устанавливаем все установили и включаем сейчас будем делать тесты так снова включили в общем за чтение сейчас вот эту папочку с программами я скопировал на рабочий стол температура достигала 41 градус по моему то есть это прям норм кстати заметьте он прям охлаждается очень хорошо от вентилятора в данный момент теперь мы эту папку удаляем вот и загружаем снова куда она делась эта папка вот она control c сейчас мы копируем обратно сюда почему она сюда съехала так копируем и смотрим 42 по крайней мере не 45 если 43 не будет значит все можно успокоиться ничего дальше уже не делать норм пойдет 43 но ну я лично я вот для себя для себя лично я бы так и оставил то есть все вентилятор справляется термопрокладка наполовину хотя бы уже работает тепло отводится сюжет в принципе вот на норм таких процедур чтобы там сильно этот ssd напрягалась они кратковременные все в основном она простаивает у нее температура будет там 23-24-40 вот эти диски у меня они с sata поэтому они пластиковые они вот всегда у них по 40 в общем все они корпусу прижаты температура у них в среднем такая всегда то есть ну сколько максимум было 44 на 1 градус сбавили окей ну охлаждаться он быстрее начал прям то есть раз раз и падает падает температура ну ну не так быстро как бы хотелось поэтому заново все сейчас будем делать прямо под ну правильно короче так ну что ж теперь будем делать прямо интересно и правильно так раскручиваем скручиваем набираем все это теряем не теряем короче так приклеился ведь а все тоненькая нам кстати еще пригодится вот берем толстую термопрокладку толстую термопрокладку и отмеряем примерно 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 отмеряем не как то так все теперь кладем ее сюда так ну она немножко выступает за краям но а какая разница ничего страшного там нет точность нам тут не нужно вообще так и все и вставляем обратный винт смотрим вот она идеально подходит она как раз этого специального размера не помню уже точно какого именно так так втулочку так приклеилась вот если приклеилась и обратно не хочет доставаться значит точно подошло так все так все здесь можно закручивать основательно все затянул теперь теперь вот эти термопрокладки тонкие которые у нас остались мы используем наверх приклеиваем вот сюда и приклеиваем вот сюда все все как то почти правильно ну пойдет пойдет и используем медные пластины специально тоже купленные для этих целей штучки 4 нам хватит используем толстые пластины потому что тонкие у меня для ноутбуков толстые туда не улазят чем толще тем лучше вообще вот так еще одна это еще дополнительный отвод тепла то есть вот так вот будет прям совсем супер аккуратненько их сюда устанавливаем так опять же не обязательно там ровно там супер и так далее главное чтобы это работало вот такой бутер будет работать но тут смотрите внимательнее винта у нас стоит верх ногами вот эти радиаторы отпадут когда-нибудь и попадут ровно на на видеокарту и все и будет жесть полная жесть будет поэтому вот такие вот проволочки знаете которыми провода сматывают вот вот их мы будем использовать чтобы прикрепить радиатор можно приклеить там на скотч в теории но но скотч у нас как раз будет препятствовать отведению тепла что нам совершенно не интересно поэтому делаю вот так все и затягиваем теперь радиатор у нас никуда не денется мне надо еще таких проволочек штуки три сейчас я их в общем что тут продолжать то сейчас я их прикручу так же и посмотрим так что у нас получилось получилось у нас вот такая вот жесть вот и такой тяжеленький бутербродик сейчас мы подключаем в комп и будем тестировать ну что ж продолжаем гонять наш SSD и так открываем его где он SSD вот так где где вот он это что такое ой это я с телефона копировал видео которое которое буду монтировать и что то я выдернул кабель короче ладно тестирование идет запускаем CrystalDisk Info находим этот где он так вот 128 гигабайт Kingston 40 градусов тем не менее тем не менее то есть все равно 40 градусов это нормальная температура для SSD сервис вдавляем 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 так ладно тесты у меня уже тут крутятся давно поэтому можно устанавливать и делать копирование снова так берем программы копируем на рабочий стол все и смотрим вот так даже так 38 а уже есть что ли у нас заменить 39 пока поставлю паузу подождем окончание копирования так все поставил копировать с рабочего стола на этот винт вот здесь у нас насколько помните после тестов после всего короче вот в этом режиме показывал 45 градусов доходило до 45 сейчас мы посмотрим пока 40 держится здесь мы обновляем почаще ну и так 40 держится то есть вот самая идеальная температура для SSD обновляем 41 так ну в принципе тут показывать да в общем то монтировать да даже не буду там ускорять ничего сейчас скоро уже закончится еще раз обновляем 41 держится все отлично ладно паузу поставлю в самом конце уже покажу так и копирование подходит к концу обновляем все максимальная температура 41 градус теперь обновляем почаще и температура должна у нас падать и похоже весь этот бутерброд хорошенько так нагрелся долго нагревается долго остывает ну вот все температура пошла вниз а нет держится еще да все вот все вот такие дела используйте SSD правильно они будут служить очень очень долго на этом все в завершении хочу сказать что канал у нас если вы вдруг меня не знаете первый раз смотрите а он вообще не про компьютерную технику просто я свой ноутбук лично по моему раза четыре разбирал и собирал когда менял SSD пока не пересмотрел кучу роликов в интернете и не понял что я делаю неправильно вот и там все прям по максимуму я сделал по максимуму по максимуму отлично поэтому ноутбук у меня летает в максимальных режимах в игровых там то есть SSD чувствует себя просто прекрасно вот поэтому кому-то это облегчит жизнь хотя еще раз говорю канал у нас вообще не про компьютерную технику у нас про чиптюнинг автомобилей если вам это интересно подписывайтесь на канал если не интересно просто не подписывайтесь всем счастливо всем ва алейкум ассалям ва рахматуллах и ва баракату счастливо